Всем привет! Я жду с нетерпением моих детей. Вот так выглядит моя скатерть. Она, конечно, маловато на мой стол. Можно распустить это, вязать ярусы, но когда будет время. Сейчас пока я не хочу этого делать. Там у меня пакеты те, которые с вещами. Дочь сейчас приедет и померяет. Может, что-то ей подойдет. Если не подойдет, значит, я уже который раз говорю, что я буду вызывать людей. Пусть забирает. Здесь у меня в ожидании стоит трактор моему маленькому. Ну, здесь, конечно, все в рабочем процессе. И здесь рабочий процесс у меня. Вот. Посмотрим, что у нас там делается на улице. Конечно, до идеального порядка еще далеко. Нужно продать диван, стол продать. Вот. Или отдать. Не знаю еще. На улице у нас вчера весь день шел дождь. Не весь день, после обеда. До обеда я хорошо сходила за посылочками, а после обеда пошел дождь. Сегодня опять хмуро. Всех защитников Отечества я поздравляю с праздником. Сейчас приедут мои детки. Возможно, мы дома пообедаем, а возможно, выйдем в кафе. Как бы шел такой разговор, что, возможно, мы в кафе сходим. Они уже в дороге едут. Вот. Я вся в нетерпении. Прям не могу. Вы знаете, в одинаковой степени соскучилась как за дочерью, так и за внучком. Не могу разделить, за кем я больше соскучилась, честное слово. Я обожаю свою дочь. Люблю, обожаю. Естественно, внучок тоже долгожданный, любимый. Поэтому, что там говорить. Ну и зять мне уже стал как родной. А ну-ка, столько лет они уже вместе живут. Но я их всех жду. И всех люблю. И, в общем, в нетерпении. В нетерпении. Зятью тоже приготовила подарочек. Никто ничего не знает. Для них это все секрет. Сюрприз. В общем, тоже по крупицам собирала для того, чтобы сделать подарочки. Пусть пока остается интрига. Вот. Сейчас отредактировала мастер-класс. Последнюю часть по скатерти. Сколько будет грузиться, не знаю. Поэтому, когда он выставится, сегодня или завтра. Потому что получился около часа. Часть получилась около часа. Вот. И, в общем, свои обязательства я выполнила перед моими конкурсантками. Да. А теперь очередь за вами. Опять же, хочу вам сказать большое спасибо за все теплые слова, которые вы пишете в мой адрес. За то, что вы присылаете свои изделия. Очень много красоты. Товарищи, какая красота. Как же сложно будет судить и принимать решение по поводу первых трех мест. Одно, одна скатель красивее другой. Я-то знаю. Я-то фото уже вижу. Мне-то уже присылают. Свои работы. Так что, такие вот дела. Ладно. Пойду-ка я еще кое-что сделаю. Потому что, вроде и так готовлюсь, и так готовлюсь, и все. Но хочется все учесть. Не знаю, учту или нет. Всем привет. У нас сегодня уже 26-ое число. На улице, наверное, мороз. Потому что на крыше я вижу изморозь и у машин тоже. Но лужи вроде как не замерзшие. Ну, где-то, наверное, в районе нуля. Может быть, минус один. Вчера был сумасшедший день. Как было холодно на улице. Дождь со снегом шел. Это вообще ветер сумасшедший. У нас штормовое предупреждение было. А мы утром в 10 часов пошли покупать яйцо моему мальчику, любимому. Вы меня, наверное, потеряли. Я все эти дни, которые отсутствовало на ютубе, я была со своим внучком. Конечно, море эмоций, море удовольствия. Меня просто вообще, как бы, даже не могу выразить словами, насколько переполняют все меня чувства, эмоции и все такое, что связано с этим. Ну, как же было этого мало. Как же было этого мало. Все мои дети, скорее всего, что больше не приедут. Они вообще приезжали на юбилей отца моего зятя. Вот, и поэтому, вот они побыли два с половиной дня, по-моему, у меня. Вот, и все. И поехали. Еще. Как маленький мой говорит. Еще. Вот, начал болтать. Много уже чего говорит. Рассказывает. Уже понять можно все, что он хочет. Вот, и я говорю же, что переполнена такими чувствами. Просто нет слов, не высказать. Только тот, кто редко видит своих внуков. Я последний раз его видела полгода назад. И они же ведь растут. Меняются. Меня слушаются. Родители не слушают. Меня слушают. Одно за руку вводит меня. Везде все. Ему дай, покажи, объясни, расскажи. Ну, мне-то это все в удовольствие. Ну, ладно, не буду долго напрягать вас рассказами. Сейчас время 8 часов. Не помню, говорила я или нет, что 8 часов. Уже у нас тут жизнь полным ходом идет. Солнышко светит. И все. И жизнь полным ходом идет. Вообще на этой неделе говорят, что будет 16 градусов тепла. Вот представляете, какой перепад температур. Как можно нам, возрастным людям, себя чувствовать при этом. Вот. И дай Бог, чтобы у меня все было хорошо. Я, конечно, сегодня буду отдыхать, набираться сил. Я с чувством выполненного долга общалась с детьми, потому что мастер-класс я выставила, ну, последнюю часть выставила накануне. И мне осталось немножко связать одного рукава у Хейварда и еще один рукав. То есть, я успеваю, конечно же, связать и Хейвард. Я переживала, что, возможно, у меня не будет времени. А его бы не было, если бы они были здесь у меня. Но, слава Богу, что все так хорошо сложилось. Ну, знаете, где-то в одном случае, слава Богу, в другом, может быть, не слава Богу. Я бы хотела, конечно, чтобы дети побыли подольше. Хотя и мы здесь все ютились в однокомнатной квартире. И тесновато. И с детью нужно было поработать. Ну, разобрались, как говорится. Так, ладно, я пошла завтракать, еще не завтракала. Сегодня вылеживалась. И хочу даже не убирать постель, еще повылеживаться. Не знаю, посмотрим в течение дня. Вы все равно увидите. Я еще буду держать вас в курсе, как будет проходить мой день. Так что, всем хорошего дня. Итак, дорогие друзья, сейчас время четвертый час. Ничего опять я не снимала. Сегодня целый день отдыхаю. Знаете, в общем, как отдыхаю? Ну, все-таки я уже говорю, что я человек немолодой. И даже вот я не особо-то напрягалась. И никаких проблем мне мой внучек не доставлял. Но вот эта вот суета, беспокойство, радостные волнения, все равно вот они как-то оказывают какое-то влияние. И поэтому вот я сегодня наслаждаюсь тишиной, так сказать, да, все вот это в голове прокручиваю, все эпизоды вспоминаю. Прямо милота у меня там, нега такая разливается внутри меня. Я говорю, счастливые те, которые живут рядом со своими детьми, со своими внуками, которые часто их видят. Ну, просто можно по-хорошему им позавидовать, скажем так. Вот. Ну, я надеюсь, что скоро встречусь с ними еще. Может быть, я поеду к ним, может быть, они еще к нам приедут. Ну, видно будет. Но я хочу поговорить сейчас немножко о другом. Вот этот пуловер, который я вязала ленивым регланом. Почему я хочу о нем поговорить? Потому что я его буду распускать. Даже не знаю, что мне делать с ним. Хотелось так связать ленивым регланом. Но опять та же самая песня. То есть, получается, либо нужно сделать горловину меньше. И, соответственно, тогда набрать меньше петель. Но горловина получилась нормальная. То есть, как я хотела ее, так она и получилась. А вот в этом месте получилось много. Почему я так говорю? Потому что приехала же моя дочь. Этот пуловер вязала я ей. Я связала до пояса, да? До пояса связан. И остановилась. Ну, я как бы померила. Но я рассчитывала, что у меня, возможно, вот этот узор, как бы даст приталивание, да? Но он ничего не дал. И получается, что большая. Прям очень большая на мою дочь. Вернее, он большой на мою дочь. Поэтому, как бы не было печально, придется это сделать. Распустить этот пуловер. И, не знаю, может быть, вот здесь петли набрать не так часто, как я набирала. Может, как-то меньше набрать. Нужно сделать, конечно, наверное, очередной расчет. В общем, не знаю. Нужно подумать. Это опять из той серии, что вот сейчас должна полежать эта вещь у меня. Возможно, недолго полежит. Потому что я заканчиваю свой очередной проект. И, скорее всего, что я вернусь вот к этому проекту. Это раз. Во-вторых, вот как я там не распределяла, да? И рукав тоже широковатый получился. Дочь моя не любит изделия по типу Хейварда. Если бы она любила такие вещи, тут бы вопрос вообще не стоял. А так как она не любит, поэтому надо что-то придумывать. И вот я буду включать голову и придумывать. Ну, нам лежит печали. Такие вещи, ну, когда возникают такие моменты, то, как говорится, включается фантазия, да, даёт импульс на мышление, да? Как понять, что сделать и так далее. Конечно, может быть, если бы я не выбрала вот такой верх, да? Может, было бы немножко по-другому. Но что об этом сейчас говорить? Ну, получается, опыт любой. Опыт – это как бы тоже хорошо, даже отрицательный. Что ж теперь сделаешь? Кто не вяжет, тот не распускает. Что у меня по моему Хейварду? По Хейварду. Я его связала до... До, 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 до. Значит, я вывязала полностью два моточка. Вот. И, конечно, я в длину ещё буду вязать. По ширине уже мне достаточно я вывязала. А в длину я ещё буду вязать. Вот. Когда я в очередном своём влоге сказала по поводу того, что наши мэтры рекомендуют закрывать паховую область, кроме всем женщинам, кроме девочек, девушек стройных, мне обвинили, что я как бы это придумала. Я это не придумала. Вбейте в поисковик. И вы, наверное, не смотрели модный приговор, где там неоднократно об этом говорилось. Каждый, конечно, выбирает для себя сам. Я не претендую на то, что лично я там присвоила себе чьё-то и рекомендую это делать. Вы можете не делать вообще ничего из того, что я рассказываю и показываю. И очередные ярлыки мне не нужно вешать. Если вы считаете, что вам нужно открывать паховую область, ради бога, я же без проблем. Я для себя считаю, что мне этого не нужно делать. Мне одна девушка написала о том, что зачем вы делаете вот такие балахонистые, удлинённые вещи вяжете себе. Почему бы не сделать покороче на уровне середины бедра? Средины бедра. И написано, что я уверена, вам бы это пошло. Каждый знает свои недостатки фигуры. Я, например, знаю, у меня живот, как можно? Нам нужно проблемные места прикрывать. Зачем нам показывать то, что у нас некрасиво? Поэтому я ещё раз повторяю. Каждый для себя определяет, как и что ему носить, как ему вязать. Значит, я связала уже рука в один. Здесь закрыла точно так же, как горловинку. Вот горловинка у меня здесь, отсюда я начинала. А здесь я закрыла. Но закрыла не двумя петлями, а тремя петлями. То есть мой аккорд из трёх петель, да? Или полый шнур из трёх петель. Вот. И здесь по горловине у меня один всего лишь рапорт. А здесь у меня два рапорта. Преломление, как цвета идёт, да? Вот если руку положить, видите, какой цвет. Если убрать, становится такой некрасивый. На самом деле в реале он очень красивый. Значит, здесь у меня, вот здесь у меня полый шнур сошьётся и будет вот такой замечательный рукав. Значит, для тех, кто вяжет со мной, да? Я сейчас здесь расскажу тем, кто вяжет со мной и кто смотрит влоги. Кто влоги не смотрит, я, конечно, сниму отдельное видео, как я вязала рукав. Но, пока выйдет это видео, возможно, кто-то уже и начнёт вязать. Значит, смотрите, если вы помните, вот здесь у меня росток, да? А здесь у нас было типа подреза, да? Я здесь набирала 9 петель. Вот. И получается, что 9 петель. И плюс вот здесь я набрала всего 16 петель. То есть, по краю. Видите, у меня довольно-таки симпатичный набор получился, да? Значит, здесь я набрала из тех 9 петель, которые на подрез я давала. И по реглану всего 16 петель. Вам тоже нужно распределить так, чтобы набрать. Если вы вяжете из этой же пряжи, потому что мне писали, что вяжут даже из такого цвета, из такой же пряжи, то вот если вы вяжете именно так, как я, значит, я набрала 16 петель. И затем в каждом шестом ряду я делала убавки с одной и с другой стороны. То есть, 5 рядов провязывала. И в каждом шестом ряду я делала убавки. Убавки у меня идут на протяжении всего рукава. И здесь, когда я подошла к концу вязания, да, и перехода на мой узор, у меня было 63 петли. Вот. Ну, я думаю, что здесь понятно и больше говорить нечего. Помимо того, что в эти дни, в эти два дня я вот набрала и связала этот рукав, и сегодня я довязала узор. Я вчера уже не стала расчет делать. Ну, и вчера и особой времени не было. Сегодня с утра встала, я посчитала количество петель и поняла, что мне как раз уже стоит остановиться, померила на себя. Мне все так нравится. Очень мне все нравится. Поэтому, когда мне нравится, я вяжу и наслаждаюсь. И пока в эти дни я больше ничего не вязала. Вот. Планирую еще сегодня повязать рукав. Сейчас начну следующий рукав и сниму. Буду снимать видео и показывать, как я здесь набирала по краю и там, где росток. И выставлю дополнение к мастер-классу по этому Хейварду. Ну, вот, в принципе, и все то, что я вам хотела сегодня рассказать. Сейчас я, как уже сказала, время четвертый час. И я буду свой небольшой влог выставлять. И, как всегда, в конце каждого влога я желаю всем хорошего настроения, здоровья, легких ровных петелек. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.